18 депутатов. Для того, чтобы начать принимать важные для города решения, кворум имеется. И 30-е заседание Совета депутатов городского поселения Видное объявляется открытым. Пять пунктов повестки дня начали с земельного налога. Городская администрация предложила депутатам освободить инвалидов третьей группы от их уплаты. Совет принял этот вопрос единогласно. Они, как бы сказать, практически постоянно сидят на дотации медикаментозных препаратов. А учитывая то, что сейчас положение сегодня серьезное, вообще в экономике, во всем этом, я думаю, что если это сделать, освободить их от налога, я думаю, что это очень нормально и хорошо будет, приятно. Единогласно депутаты проголосовали еще по трем вопросам. И пятым пунктом повестки дня стояло решение о передаче всех полномочий городского поселения Видное муниципалитету. С такой инициативой выступил глава Ленинского района Олег Хромов, который накануне провел рабочую встречу с городскими депутатами. Эта тема оказалась животрепещущей для Совета. Депутатам хотелось лучше разобраться в вопросе, ведь решение им предстояло принять действительно серьезное. По словам начальника финансового управления, передача всех городских полномочий району сэкономит в бюджете муниципалитета порядка 15 миллионов рублей в год, которые можно будет потратить на развитие Ленинского района. После долгих обсуждений большинством голосов было принято решение о передаче всех полномочий города Видное Ленинскому району. Кто за? 12 человек. 12. Уже после заседания мы получили комментарий главы Ленинского района Олега Хромова по этому вопросу. Хотелось бы выразить благодарность депутатскому корпусу Совета городского поселения Видное за поддержку моей инициативы. Это знак доверия той работе, которую сегодня мы проводим вместе. Уверен, что пройдет немного времени, и мы будем работать как одна единая команда на благо всех жителей города и района. Централизация исполнительной власти районного центра на уровне районной администрации позволит не только сэкономить финансовые и материальные ресурсы, которые необходимо перераспределить на ремонт и строительство дорог, благоустройство дворовых территорий и создание новой городской среды, но и повысит ответственность районной власти перед жителями города. Надеюсь на плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество с Советом депутатов города. Телеканал «Видное ТВ» будет следить за дальнейшим развитием принятого депутатами решения. Юлия Погосян, Алексей Иванов, Анастасия Нурхонова, «Видное ТВ».